Здравствуйте, друзья! Я продолжаю комментировать статью добротную, обширную, красивую молодого человека. Когда-то я получил это письмо. Я Артём Андреевич Семенченко. Проживаю в Украине, в Харьковской области, в городе Первомайский. Мне 20 лет. Я тот молодой садовод, сообщение которого прислал Валерий Александрович. Валерий Александрович Салий это мой друг садовод из Сумской области, в скобках Украины. Итак, мы подружились. Все садоводы братья, не взирая на паспорта и на национальности. Поэтому я комментирую эту статью. Вот она. Вот она, вот она. Открываю. Открываю. Ага. Итак, первый фильм был об этой части. Пящий Хасадский, Кулон Железов. Будущее промышленных садов. Прокомментировал. Вы полюбовались на эти фотографии. Вот. Это с моего сада. Вот. Это мы тоже, я цитировал голосом. Тоже посмотрели. Вот видите, мы процитировали вот эти цифры. До 40. Цветочная почка до 36. Я потом уточнил. Это для привитых, для каждособственных. Скиньте пару градусов. И все равно это за пределами официальной науки. Вот. Пребывали здесь. Ну, теперь отправляемся на Украину. Пусть виртуально, но отправляемся. Итак, юг Харьковской области. Плоды с корни собственных садов. Песика Хасадского. Из косточек, полученных прямиком от железа у Лилия Константиновича. Прямиком. Среди подвоенных сортов персиков, садовод оценит вкусовое качество 10 из 10 подвоенных. В сравнении с культурными персиками имеет достойный вкус. Внешний персик светлого кремного цвета в хорошо еще на места окрашивается в ярко-красно-розовый цвет. На плодах тонкий слой пуха. Период созревания разы, начиная с конца августа и заканчивая с середины сентября. Все правильно. Вот. Ну, а теперь смотрите, любуйте. Вот. Назвать его подвоенным. Лично у меня язык не парится. Он, Украина, да, там теплее. Там, привая на, и на него более роскошные сорта, можно добиться больших успехов, чем от корнесобственных. Ну, извините, все равно подвоенным его, все равно подвоенным его не на язык. Либо, извините, я не обманываюсь. Итак, полюбовались, но якобы подвоенный. Я подчеркиваю, для России он никакой не подвоенный. Это пока предел мечтаний, чтобы вырастить неукровной персик в России. На данный момент единственный кандидат – это мои формы. Минусинский и Хасанский. Вот. Теперь Украина. Дело в том, что я, мои замечания, мои наблюдения. Все эти предприятия, тот же самый косточка. То есть, не то, что там, ну да, можно взять, 100 косточек вырастет в Сибири. Ну, где-то в благоприятных местах у нас есть микрозоны. Вот. В средней полосе России не укрывая. Ну, допустим, там будет 40-50 грамм. Эти же косточки посади в Украине, получишь уже вот то, что вы сейчас увидите. Итак. То есть, зависимость от... Это, и я считаю, что... Не называю самые авторитеты фамилий и содрожцы, которые считали, что климат и почва меняют геном. То есть, получаем новые сорта. Я с этим абсолютно не согласен. Я считаю, что в каждой косточке, в каждой ДНК заложена возможность приспосабливаться не в потомстве, а именно в этой самой косточке, в зависимости от обстоятельств. Да, показывать разный результат. И по морозостойкости. Вот. Например, по морозостойче, но помельче. Меньше сахара. А где потеплее, там морозостойкость в роли не играет. Там, может быть, получить и более качественные плоды персиков. Вот это вот. Читаем дальше. Это был мой комментарий. Масса плодов персика Хасанского. Вот. А тут написано, Ассурская область. Это теперь центр развития именно Хасанского в Украине. Вот. С Салем я дружу. Вот. И скажу с тем, что Украина перехватила первенство по Хасанскому клону Железного, персика Хасанского. В каком плане? Количество. И пусть вся Украина будет завалена этими плодами персика Хасанского. Вот. Читаем. Пьяркий окрас, освещаемый солнцем плодов. Да, там больше, там более красивое. Масса плодов персика Хасанского клон Железа может варьироваться от 40 до 90 грамм. В некоторых случаях 100-110 грамм. В зависимости от загрузки урожаем и от климата. Чем благоприятнее и теплее климат, тем крупнее будет персик. На фотографии 83 грамма. Украина и Юхарской области плоды из корней собственных сельцев персика Хасанского, выращенных из косточек, полученных напрямую от Железного. Важной особенностью является то, что персик Хасанский может выращиваться без прилива. При этом, это очень важно, масса, качество и вкус плодов всегда будут похожи между сельцем и привитым саженцем. Да, практически неотличимы. Является скороплодным, превращивающим из косточек, да, это первый рожай до 3-4 год. Прививка саженцем ускоряет плодоношение. Да, часто на 2-й год. Но корни собственный персик имеет больший потенциал урожайности, так как им не делаются раны при прививке. Молодец, вот. 20 лет Артёма уже соображает. Раны делаются десятками, сотнями на каждом дереве. Специалисты, которым надо заработать, сребреники. Вот. И они нашли эту нишу. Калечим дерево, оно ещё и лучше будет, и здоровее. А здесь чётко сказано. Им не делаются раны при прививке. Отсюда больше потенциал. Вот это наш человек, это мой ученик. Это позволяет уменьшить затраты на приобретение посадочного материала, ограничивая стоимость косточек. Если закладывать сад путем посадки проросшей косточки на холмы по железу, то сразу на постоянное место в саду, это уменьшает затраты на поле в будущем. Сильно повысит здоровье дерева. Так как при помощи центрального стержневого корня, персик всегда будет иметь доступ к воде. Центральный стержневый корень. А посадка на холм по железу повысит долговесие сада на много лет. И вот моя фотография. Это стержневый корень персика Хасанский. Смотрим дальше. Россия. Сибирский округ. Город Саногорск. Сад зеленого. Длина и размер центрального стержневого корня. У молодого сельца Печка Хасанский. Так вот, город Саногорск прописан. А на той стороне не сель, а Шушинский район. Деревья Красный Ход. Это тот самый сад, который должен стать, как сказать, примером, даже для научных учреждений. Есть к чему стремиться. Так, теперь. В Украине, на юге Харьковской области, есть опыт, когда сельцы Печка Хасанский на шестой год жизни дают 15-20 килограмм плодов с одного дерева на шестой год. Это свидетельство об огромном потенциале урожайности данного. Смотрите, вот эту фотографию. Это что-то не первый раз вижу. Молодец. Так, Украина. Харьковского. Вот молодец. Видите, как перепрыгнул с одного на другого для сравнения. Вот. Восхищаюсь. 20 лет. Будущее этот. Еще раз говорю. Уже говорю. Я знал двоих. Я стал инженером. Вот. Я стал лучшим изобретателем города Дориска. Почему? Да потому, что я читал «Знание силы». Я читал «Наука и жизнь» журнала. Вот что было. В голове остались две фамилии. Голованов и Захарченко. Вот. Это же, я не знаю, имели и техническое образование. Вот. Наверное, имели. Но их талант, журналистов, тысячами нас отправлял в вузы, эти, технические вузы. Сейчас знаете, куда отправляются. Читаем дальше. Украина. Персик-Хасанский. Перевод роста плодов. Урожайность сердца. Персик-Хасанский. Слаборослый. Это позволяет создавать уплотненные посадки в саду. Также слаборослая форма имеет, дает преимущество в удобстве сборе урожая. Персик может расти без искусственного полива. Выдерживать длительные засухи. Оставаться живыми, при этом сохраняя качество и вкус плодов. Лишь немного уменьшая размеры массы. Но при применении капельного полива или растения, персик расставает свою сторону. Большой силой роста. Без полива сеянцы персика из косточек. Первый год вырастает примерно в 60-100 см в высоту. Всегда закладывают ветки второго яруса. Да, да, да. Кот за два. Сеянцы, которые находятся под капельным поливом или орошением, вырастают до 1,5-2 метра в высоту. Первый год сдвинет. Насколько сильное приросты будет иметь персик Хасанский в последующие годы с применением полива, можно лишь воображать. Ну, вы знаете, в Сибири у меня, здесь-то речь идет уже о Украине, а у меня в Сибири я их не только ни капельный, вообще никого полива не применяю. Посадил, полил и забыл на все годы. Но стоит помнить, что саренцы, которые с самого начала выращивались при мнении полива, в дальнейшем будут иметь меньшую способность приспособляемости к изменению окружающихся людьми, сейчас в Засске. Толковым парнем, оказывается, Артем, просто восхищает. Вот он, искусственный полив, вот он, капельный полив. Украина, Срунская область. Вот, ряд однолетних саренцев перчика Хасанского выращивали под капельным поливом. Высота 1,5-2 метра. Вот, еще раз любуемся. Особо ценен сорт при интегрированном и органическом земледене. Артем, 20 лет такие сортные, здорово. Вот, восхищен. Так, для выращивания плодов на переработку. В отличие от большинства культурных сортов перчика, перчика Хасанский может расти абсолютно без использования яда химикатов. Вот, ну, в данном случае... А, тем самым уменьшает затрат на покупку. Я не знаю, что получается в этом... В данном случае это соцалия. Вот, это соцалия, это соцалия. Уточняю. А, нет, Харьковского улаза. Ну, не важно. Главное, что вы видите совершенно здоровые листья, да? У меня совершенно здоровые листья. У меня никогда не было ни признаков болезни вообще. Вот, вот так же на свежем воздухе. Вот, и... И... Курчавость, и есть такое грибное заболевание. Это будет, не будет потом. Но это бич именно у краевских садов. Там теплее, и там как-то... Они менее, что ли, закаленные, чем мои сибирские, их родные братья. Вот, смотрим дальше, что здесь написано. Будут ли без ядохимикатов именно в Украине? Это вопрос открытый. Пока опыт сибирский без ядохимикатов. И не малейших признаков болезни. Итак, это дает возможность... Мы будем считать, что это хотелось бы выращивать здоровую, полезную продукцию без содержания средозащиты. Выращивание данного персика не вредное для окружающих средств человека. Ценность сорта для переработки состоит также в том, что плоды имеют очень маленькую косточку. В сыром виде она имеет массу 1, 2, 2 и 5 грамма. В зависимости от размера плода. А это 2-3% массы плода. Такая косточка очень хорошо отделяется от мякоти. Это упрощает переработку плодов и сбор посадочных материалов. Приказная фотография, Артём, великолепная. Украина, Сумская область, средняя масса косточек персика-хасанских в сравнении с массой плода. Видели, да? Вот. Ой, показать бы вам... А, нет, давайте закончим. Украина, Сумская область, 100 килограмм косточек персика-хасанских. 400-800 косточек в зависимости от размера плода. Для входа 800 косточек. Да. Вот. Мелкая косточка это хорошая вещь для плодов. Не отнимает. Вы поняли? Вот. А здесь валидол под язык. Посмотрели и сказали. Какой черт, кто подвойный? Подвойный часто подразумевается. Помните? Значит, Монзурский, Раконевецкий. Вот. Еще есть 1-2 подвойных сорта, которые считаются практически несъедобными. Вот. А теперь, посмотрите. Это несъедобный. Это хасанский клуб железного. Дальше. В Украине, Сумская область. Персик хасанский в разрезе. Вот. Персик хасанский клуб железного. Новый продукт на рынке. Свободный от конкуренции ниша. Гарантия ориентации нашего продукта. Низкая себестоимость. Выше уровень прибыли. Вот. Очень высокую ценность имеет косточка данного персика, который остается после переработки плодов. Она не менее ценна, чем мякоть, кстати. Сейчас поймете. Косточки могут использовать для посадки новых персиков в саду. И на продажу для выращивания самых высоких в мире подвоем. Еще раз. Что мне написал Салли. Это его. Что мне написал Салли. Он мне написал, что когда было минус 27, Канадские замерзли, Европейские подмерзли, пропустили урожай, а хасанские хоть бы хны. И было с плодами. Я посмотрел фотографию хасанского. Ну, густо не было, но было. Но зато все-таки был урожай. Разница огромная. Дальше я читаю. В будущем косточки персика хасанского клонжелеза косточка заменит косточки манчжурского персика, так как определенные имеют много преимуществ перед ним и перед другими подводными высотами персиков. Также я, драйв из персиков-костик, могу применять в медицине, косметологии и употреблять их в пище, так как они обладают большим спектром полезных и целебных свойств. Вы знаете, а сейчас полюбуемся, ну, это же красота какая, да? Ну, ничего, что мелкие. Один из моих сотен этих оппонентов, не оппонентов, а просто тех, кто знакомился с моей работой, один-единственный взял и заявил. Фух, мелкие. Но я знаю, что лиса тоже не допрыгнула до винограда. Помните, из окна? И сказала, что он кисун. Вот это и есть. Ну, и теперь так. Теперь вот это вот относится я сейчас, честно сказать, не смогу. Фотографии выше. Это Брянская область, вот это я сейчас не вспомню. Или это Сумская область, а фотографии Брянской области, это надо бы сюда тогда добавить. Вот. Но не может быть статья бесконечной. Давайте закругляться. Россия, Брянская область, персик, хосанский, холодильник по отношению сейнца, потенциал урожайности масса плодов. А тогда, наверное, это все-таки, больше это все-таки, да, это подпись под Брянскими. Кстати, у него есть еще роскошные фотографии, от которых у меня, у автора, Клода, с крыши снесло. Ну, так получилось, что невозможно сделать все. Закругляемся. Результаты поращивания пирсика Хосанского, схожные с теми, как на последнее фото, имеются в Подмосковье. Шикарный рзаик в Подмосковье у Макарова. Башки, и, к сожалению, я не могу вспомнить фамилию, там, знаете, разговорился, извините, там человек, знаете, четвертый или пятый год из моей косточки получил урожай, вот, сейчас скажу, какой. И написал мне в письме, когда я занес восьмое ведро в дом, персиков, восьмое ведро, в ведро, ведро, не литр там, не килограмм, а восьмое ведро в дом, мои родственники взмолились, хватит, устали, не знаем, что с ними делать. Вот это Башкирия. Ну, а Хакасия, я целый фильм про Хакасию снял, вот, он только сейчас вышел, мы об этом, на моем канале. Вы знаете мой канал, кто еще не знает, садоводство по Железову, вот, и вы побываете, и там, тоже в персиковом саду, показать его, а, у нас уже целый серий снят, а зачем я здесь показываю? Итак, по моему, по моему предложению, вот, было сделано так, автор статьи, и его заслуга, Артем Андреевич Семенченко, так, все его данные видели? Я еще думал, ё-моё, вот, может быть, не стоит, лисе светить, времена такие, нет, ребята, ничего нет, они боятся. Семенченко, дальше, я тоже не боюсь ничего, Железов, вот мой сайт, вот мой YouTube, мне тут в Сибири уютно, вот он, Сали, вот он, сейчас лидер, я считаю, у него большое будущее, только бы, поняли, что я имею ввиду, только бы, и Дмитрий Рущенко, автор некоторых фото, и вот его канал, вот это сейчас, вот это сейчас, очень важно, для развития садоводства, по ту сторону, границы, и по эту сторону, границы, вот такие дела, еще, наверное, отдельный фильм сниму, потому что, получилось так, вроде бы, у Салия, наметились планы, издать, статью вот эту издать, да, может не последнюю статью, может быть целую серию статей, вот, вроде бы, меня там знают, Железова, Сибиряка, но дело в том, что время такое, что возможно, ничего и не напечатают, вот, и мне стало так обидно, потому что, мне так хочется рассказать, ребята, украинцы, вот, я выходец с Украины, вот, считайте меня, это самое, я опыт приобретал первый, на Украине, я первое персики съел, на Украине, в саду, моего отца и деда, там их могилы, вот, деревня, деревня Змеевка, там ничего не осталось, никого, некому за могилами ухаживать, но там моя душа, вот, а остальное, наверное, будет четвертая серия, хочу как-то, а может и не будет четвертой серии, вот, ну, еще расскажу, вот, я русский, и я украинец, я пишу через телевизор, я русско-украинец, вот, и я люблю Россию, и я люблю Украину, до свидания, друзья, и я люблю Украину, 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 Продолжение следует...